Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net Геометрия 10 и 11 класса Танасен задание 374 Да, но Отрезки А, В и С, Д не лежат в одной плоскости Вот А, В и С, Д Запишем это так Ну, поскольку через любые три точки можно провести плоскость Запишем так, что точка С не лежит в плоскости А, В, Д Точки М и Н середины этих отрезков М и Н середины отрезков А, В и С, Д Соответственно, отметим точку М и точку Н И нам нужно доказать Что отрезок МН меньше полусуммы отрезков А, С и В, Д Итак, первое Из того, что точка С не лежит в плоскости А, В, Д Следует, что если мы соединим А, С Ну, вот МН соединим А, С и В, Д То из этого следует, что А, С и В, Д Это скрещивающиеся прямые Но в самом деле выполняется признак скрещивающихся прямых Прямая В, Д лежит в плоскости А, В, Д А точка С и прямая А, С Точка С не лежит в плоскости А, В, Д Значит, прямая А, С пересекает плоскость А, В, Д Но не пересекает прямую В, Д Тогда А, С и В, Д скрещивающиеся А следовательно, можно записать, что Прямые А, С и В, Д не параллельны Не параллельны Второе А вот теперь мы рассмотрим вектор МН И запишем его сумму Как сумму векторов МА Плюс вектор А, С Плюс вектор ЦН С другой стороны Вектор МН можно представить Как сумму векторов МВ Плюс ВД И плюс ДН Теперь выполним сложение этих равенств Левой части получим Два вектора МН Будет равно МА плюс МВ Эти же векторы противоположные Они равны по длине И противоположны по направлению Значит, сумма их будет 0 Плюс вектор А, С И вектор ВД Переписываем без изменения И плюс векторы ЦН и ДН Их сумма также будет равна 0 Так как они равны по длине И противоположны по направлению Таким образом, вектор МН Равен сумме Одной второй вектора А, С Плюс одна вторая вектора ВД А поскольку векторы А, С и ВД Не лежат на параллельных прямых Следовательно, если мы будем их строить сумму То результирующий вектор МН Окажется на третьей стороне треугольника Который образует векторы Одна вторая А, С и одна вторая ВД А раз это треугольник Тогда мы воспользуемся неравенством треугольника И запишем его Любая из сторон треугольника А в частности Длина вектора МН Меньше суммы двух других сторон А в частности Длины вектора Одна вторая А, С Плюс длина вектора Одна вторая ВД Но отсюда следует Что отрезок МН Меньше Полусуммы двух отрезков А, С и ВД Одну вторую просто вынесли за скобку Что и требовалось доказать Задание выполнено И если вам понравилось видео Не забудьте поставить лайк А если у вас появились вопросы Пишите в комментариях Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!